Полтора года родные 20-летнего Алексея Кисличенко из Усолья-Сибирского Иркутской области искали его тело. Весной 2022 года его призвали на срочную службу. Он попал в танковые войска и служил в Челябинской области. Когда и почему он подписал контракт с Минобороны России, родственники не знают. Но через несколько недель после отправки на войну России против Украины Алексей перестал выходить на связь. Похоронить его удалось совсем недавно. Больше полутора лет мешок с останками солдата простоял в морге Ростова. В конце декабря 2023 года Минобороны привезло в Иркутскую область то, что осталось от Алексея. Благодаря волонтерам, говорят родные Кисличенко. После этого семье пришлось судиться, чтобы останки признали прахом Алексея. Из публикации издания «Сибирь. Реалии». Многих российских военных удерживают на фронте силой. У них отбирают паспорта. Мобилизованный из ТВ записал видео, в котором рассказал о дискриминации в армии. Обзывают нас узкоглазыми. С передовой месяцами нас не выпускают. Наши паспорта тоже отобрали и не отдают. Из 20 тувинцев нас осталось только 5. И надежды на возвращение домой у российских военнослужащих нет. Ротации не будет ни сейчас, ни в будущем, заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов. Потому что это, по его мнению, нецелесообразно. Они уже год воюют. Они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Андрей Картополов. Председатель комитета по обороне Госдумы России в интервью изданию «Фонтанка». По логике Картополова на войну против Украины отправили военнообязанных. Вот они и обязаны оставаться там до смерти. Жена одного из российских мобилизованных предложила Картополову самому отправиться в окопы. Так как Картополов считает, что у нас все отлично в армии, и мобилизованные вообще не должны рыпаться, у них все отлично, их семьи настолько защищены, я предлагаю ему отправиться в зону свою и получить тот же колоссальный пакет социальных услуг и ту защиту его семьи, которую предложили мобилизованным. Семьи воюющих в Украине российских мобилизованных с сентября требуют их возвращения домой. Министерство обороны России не предоставляет родственникам мобилизованных и контрактников достоверную информацию об их родных. Солдат часто не заявляют в списках военнопленных или погибших. Российская армия несет колоссальные потери и не успевает их возмещать. Идет вот эта вот очень агрессивная кампания по привлечению новых и новых контрактников с размещением билбордов, рассовыванием по почтовым ящикам всяких обещаний, много-много-много-много денег, сто пятьсот тысяч миллионов, чего хотите, рублей, только вот приходите, пожалуйста, в военкомат и подписывайте контракт. Вот это вот все происходит активно, но, судя по всему, это не приносит никаких особых плодов. По подсчетам правозащитной группы гражданин армия права, около десяти тысяч россиян пропали без вести на войне против Украины. И это заниженные оценки, считают правозащитники. Официальной информации нет. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.